Перед тем, как я еду, все и так, они же понимают, что я приеду и узнаю. Они быстренько решают вопросы. Пап, восстанавливается, транспорт. Я уже еду, мне звонит человек, а ну, там проблема с транспортом, она решится вот так. И поэтому, конечно, для этого и надо встречаться с людьми на месте. Один из самых острых вопросов для жителей аула – трудоустройство. Молодежь уезжает из села в поисках работы. Глава города предложил альтернативу – самостоятельно создавать экскурсионные объекты. Для жителей калежи – это возможность заработать, а для всего Лазаревского района – способ привлекать туристов, причем круглый год. Мы вот смотрели, значит, вот есть земельный участок, где сейчас кемпинг вы его называете, да? Вот, его надо развивать, там надо построить хороший объект рекреации, то есть это должно быть ресторанчик, и там будут работать человек 10. Вот, наверное, небольшой отельчик поставить там надо. Вот, может быть, еще что-то придумать, легенды разные придумать. Насочный вопрос – транспортный маршрут, ведущий в аул, загружен не на 100%, поэтому убыточный. Было принято решение сократить количество рейсов, но, по словам жителей, расписание крайне неудобное. Мэр пообещал вернуть прежнее расписание, но и сельчан призвал ко внимательности. Многие пассажиры не берут у водителя билет, позволяя тем самым перевозчикам скрывать итоговую сумму выручки, поэтому бюджет недополучает средства. А у вас что, нет понимания того, что, извините меня, это государственный муниципальный транспорт? Вы даже не знаете, что надо брать с них билеты? Требуйте! А так мы же нищими станем. Обсуждали на сходе и вопросы водоснабжения и канализования. В силу большой удаленности аула, централизованный водопровод, город готов протянуть, только если будет гарантия, что жители к нему подключатся. Ведь в частные дома разводку придется делать самостоятельно, напомнил мэр. Поднималась и тема работы бригады электросетей. Недавно из-за аварии и аул Калеши, и окрестные села остались без света почти на 12 часов. Анатолий Пахомов потребовал впредь при столь длительных отключениях дома горного села хотя бы на время подключать к генераторам. Да, работы, конечно, еще много. Не все наши жители осознали, что необходимо заниматься бизнесом, развивать территорию, развивать район, о чем мэр сегодня на сходе граждан и обратил особое внимание. Вообще, как заметил мэр, территорию необходимо развивать. Здесь прекрасная природа, есть точки роста. Местным жителям предлагают выращивать сады, заниматься пчеловодством, открывать свой бизнес. Это поможет решить и вопрос с занятостью населения. Администрация, в свою очередь, готова поддержать инициативы сельчан по созданию туристических объектов.